Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра в России и в мире. Такое может быть только в музыкальной жизни Москвы. С разницей в три дня в зале Чайковского и в Большом театре прозвучала веселая оперета Кандид Леонардо Бернстайна по мотивам философской повести Вольтера. Дело в том, что в европейских столицах руководители разных коллективов находятся в контакте именно потому, что не хотят входить в творческую конкуренцию, но у нас все сами с усами. В результате репертуар всех театров Москвы постоянно пересекается, но конечно такого вопиющего случая еще не было. Леонард Бернстайн выдающийся дирижер 20 века, великий интерпретатор музыки от Моцарта до Айвза, но даже у великого человека есть своя хилесова пята. У Бернстайна это было сочинение музыки, и тут его достижение намного скромнее, хотя есть шедевры и на этом поприще. Если брать музыкальный театр, то это конечно вестсайская история. Абсолютно его шедевр, но у нас никто не хочет платить за лицензию и долго морочится с постановкой. Еще у Бернстайна есть замечательная месса, заказанная ему Жаклин Кеннеди для открытия Кеннеди-центра в Вашингтоне. Произведение рыхлое, но довольно оригинальное и величественное. Его несколько лет назад поставили в Новосибирске. Но Москва голосует за несчастного кандита. Произведению этому была уготована печальная участь. Наверное это самое неудачное произведение Бернстайна, которое переделывалось, переписывалось три десятка лет многими людьми. Пока перед самой смертью композитор-дирижер не создал некую каноническую запись, в которой приняли участие выдающиеся оперные певцы Джерри Хедли, Джун Андерсон, а главное великие Кристо Людвиг и Николай Гедда. Фрагменты этой записи есть в Ютубе и вы можете насладиться ими и понять, что это произведение надо исполнять только если у тебя есть действительно выдающиеся певцы. Ну и вполне себе профессиональный дирижер, конечно. Но в любом случае кандит застрял где-то на перепутье между комической оперой, причем вполне себе классической, Бернстайн намеренно не использовал в композиции ничего из 20 века, оперетой, зингшпилем, мюзиклом, хотя его судьба на Бродвее была вовсе не счастливой. И даже прославленный режиссер Харальд Принц в общем-то потерпел фиаско с его постановкой. Комическая оперета по мотивам Вольтера была написана в годы охоты на ведьм в Америке, поэтому в текстах этого произведения есть масса интересных намеков, которые сегодня в России просто никому не понятны. В свою очередь Вольтер выступал в кандиде против тех оптимистов, кто считал, что Бог всех спасет. В сегодняшней России эта атеистическая штучка вовсе не ко двору, поэтому обо всех подоплеках политических, религиозных, философских, московских исполнениях напрочь забыли, решив просто позабавить публику. Ведь Бернстайну только что стукнуло сто лет, а у нас смерть, как любят концерты к 95-летию, к 115-летию, а уж к столетию тут сам Бог велел. Первым выстрелил коллектив, от которого никто не ждал подобного, российский национальный оркестр. Уже в десятый раз, аккумулируя средства бюджета и спонсоров, Рено проводит свой фестиваль. Придумывает в оркестре все это его директор Олег Полтевский. Как вы понимаете, Михаила Плетнева интересует только его собственные концерты, и он дает директору полный карт-бланш. Поэтому в меру своего вкуса, образования, знаний своих и его подчиненных, господин Полтевский формирует афишу и тех концертов, которыми не может и не хочет дирижировать худрука Рено. Получается пестро, но продается же. Сегодня вообще продается все такое ярмарочное. И у этого кандида было много денег на приглашенных артистов. Ведь понятно, что лучше отдать исполнение такого специфического произведения специалистам по стилю и языку. Но самой удачной идеей, как казалось, было пригласить звезду YouTube под кличкой «Танцующий дирижер» Джозефа Алиферовича. Фрагменты кандида, снятые музыкантами оркестра Венской фолькс-опер, в котором крупный дирижер потешно приплясывает, хлопочет лицом, пропускает, так сказать, музыку через себя, набрали десятки тысяч просмотров. И вот Алиферович в Москве. Но, увы, Рено – это не оркестр фолькс-опер. Музыканты здесь вышкалены своим худруком-мизантропом. Мне показалось, что угрюмый концертмейстер Алексей Бруни ни разу даже не взглянул на подиум, где он привык видеть всегда мрачного и статуарного Плетнева. Алиферович тряс всем телом, но пробить ледяной армейский настрой оркестра ему так и не удалось. Оказалось, что Рено может многое, вот только никакой музыкантской свободы у него нет. А без этого играть опереду, да еще комическую, просто глупо. Этот тени-толкай мог бы стать, наверное, главной проблемой этого исполнения, но оказался всего лишь маленькой бедой. Большая беда пришла в лице буквально народного артиста Александра Олешко, который зычным голосом и, как ему казалось, с юмором зачитывал комментарии от автора. Комментарии, прямо скажем, переведены с претензией на комизм. Перевод этот использовался и в Большом театре. Но беда в том, что в оригинале они слушаются как полные юмора, а по-русски звучат с претензией на этот юмор. Но главное даже не то, что читал Олешко, а как. Он практически орал в микрофон. Я всегда выступаю против смешения микрофонного и живого звучания. Человеческое ухо – тонкий инструмент. Оно не способное мгновенно перестраиваться с микрофона на живой звук. Но организаторам концерта это было невдомек. Поэтому после зычных пассажей Олешко было просто не слышно вступающих певцов. А они были привезены, думаю, за немалые деньги. Певцы были очень достойного уровня. Не звезды, но те, кто работает и в опере, и в оперете, в больших и средних европейских театрах. Сопрано Дженнифер Олафлин, тенор Стивен Шонди, баритон Мортен Франк Ларсен. Но, увы, все их усилия заглушал микрофон одного Олешко. Я очень ждал выступления меца-сопрано Ким Кринсвилл, которая пела старуху в бродвейском спектакле. Но тут случилось еще одно несчастье без режиссера. Мадам так разошлась, что, в общем, слово бродвейский в этом контексте звучало как ругательство. Не то большой. Здесь никогда не боялись музыки второго сорта, если она уже есть в репертуаре главного дирижера Тугана Сохиева. За кандида взялись по-взрослому, освоили немало бюджетных средств на приглашение режиссера Алексея Франдетти, художника Тимофея Ребушинского и художника по костюмам Викторию Севрякову. Теперь в Москве, как только читаете на афише полуконцертное исполнение, так уже ждите видео. И видео было. Причем такое видео сейчас могут на компьютере нарисовать старшие школьники. Но нам преподносили все эти крутящиеся планеты и звездный дождь как большие достижения современного театра. Севрякова вообще самая безвкусная художница в Москве. Как только видишь дикую смесь блеска, парчи, безвкусные сочетания цветов или голые ноги, так это точно Севрякова. Но, конечно, лучше всех Франдетти. У Урина есть такая характеристика для молодых режиссеров. Он хороший парень. Таким макаром в большом оказалось огромное количество бездарностей, ведь хороший парень – это не профессия. Хорошие парни вовремя сдают макеты, не опаздывают и не отменяют репетиции, но, как правило, выпускают глупые спектакли. Франдетти из такой категории. Он быстро понял, что можно пробиться наверх через мюзикл и оперетту. Теперь поют во всех театрах, все хотят ставить мюзиклы, но что с ними делать, никто не знает. Франдетти изобразил, что знает. На него повалились заказы из театров мускомедии, он схватил золотую маску. На ней же не написано, что она, скажем, за мюзикл в драматическом театре, где и петь толком никто не умеет. Да и конкуренция в опереточных масочных номинациях никакая. Редкий год, когда три режиссера выдвигают. А уж лауреат золотой маски в нашей стране – это сила. Вот он уже в следующем году будет царя Салтана в большом ставить, не поставив ни одной оперы в жизни. Хороший парень, даже чересчур. Но, боже, как же он глух к музыке. Как же умеет ставить одни лишь гэги, ему бы в варьете работать. Он все время старается рассмешить, но с чувством юмора у него неважно. Когда кандид отрывает руку у трупа своей возлюбленной, в оркестре звучит музыка, совсем не подходящая для смеха. Но франдетти заполняет гэгами каждую секунду. Не все певцы могут справиться с этим наплывом режиссерских сбалмошных идей. А те, кто справляются, как Петр Маркин, которого режиссер притащил из театра на Таганке, не могут петь. Можно было бы похвалить режиссера за то, что его стараниями на сцене вырывается неожиданная нутро Елены Манистиной, которая невиданно для себя лепит образ старухи, как солистки варьете. Но думаю, что это скорее связано с новым этапом в жизни этой артистки, ее личностным наполнением роли. И удачная балансировка на грани изящества и бескусицы делает интересную работу над знаменитой арией «I'm easily assimilated», которая прямо заставляет вспомнить Кристу Людвиг. Многие отметили плохой английский язык солистов в этот вечер. Но в случае Манистины, чья героиня была дочерью выходца из «ровно губерния», как и предки Бернстайна, это скорее было особой краской в ее актерской палитре. Другим солистам пришлось не сладко с языком, было вообще зачастую ничего непонятно. Но на них хотя бы надели микрофоны, им не пришлось соревноваться с рассказчиком в лице всего того же баритона Петра Маркина. Тенор Илья Селиванов запомнился только тем, что как в фильме «Бриллиантовая рука» запорол превращение брюк в шорты. Ох, госпожа Севрякова, ну к чему же эти эксперименты? Вокал невыразительный и несвободный, без чего оперета или мюзикл не могут зазвучать в полный рост. Спектакль Большого дебютировала нашумевшая после пермской постановки травиаты Надежда Павлова. Мне тогда, правда, показалось, что слухи о рождении новой звезды несколько преждевременны. Талантливая молодая девушка, которой еще много надо работать над собой и своей техникой, но у нас любят вцепиться к кого-нибудь и назначить главными звездами. О Павловой скоро будет отдельный разговор, а пока надо сказать следующее. Без микрофона Павлову вообще не было бы слышно, думаю. Пела она старательно, но не идеально. Главное препятствие для сопрано в Кандиде знаменитая ария Glitter & Big A, одна из сложнейших в мировом репертуаре, которую надо петь блестяще или не петь никак. Посмотрите в интернете видео молодой Груберова или Десей, да ту же Джун Андерсон с Бернстайном. Ария требует не только больших вокальных умений, но и актерской игры. В ней все время меняется настроение. Ее поет бывшая аристократка, а ныне высокооплачиваемая куртизанка. И это ее специфический взгляд на тяжелую женскую долю, так сказать, травиата комик. Павлова не была свободной, начала арию напуганной, потом распелась. И хотя не всегда была точна, то в этом, я думаю, ей мешал режиссер своими придумками. В общем, для дебюта в большом достойно. Чего не скажешь про главного дирижера, заварившего всю эту кашу с Кандидом. Практически с первых звуков знаменитой увертюры я стал вспоминать неповоротливое Рено с Алиферовичем. Интересно, что ведь и Сохиева вполне себе можно назвать танцующим дирижером. Помните, я показывал весной видео, которые рассылают друг другу сотрудники Большого? Ну, чем он хуже Алиферовича? 20 января уже будет 5 лет, как назначили Сохиева главным дирижером. И мы все эти годы ждем, что с музыкальной стороны в театре начнется прорыв. Но Сохиев, кажется, сосредоточен только на одном. Продирижировать как можно больше спектаклей. Он теперь уже и балет освоил, провел «Лебединое озеро». В сентябре, к примеру. А он руководил 8 из 13 спектаклей на исторической сцене. Напомню, его гонорар самый большой за всю историю худруков театра. За спектакли ему выписывают под миллион. Но так ли невероятно звучат теперь с Сохиевым, Борис Годунов, «Царская невеста», «Лебединое озеро». Признаюсь, мне даже не хочется тестировать. Достаточно услышать «Кандит», чтобы понять. Никаких откровений и формальный подход. Это принцип, который за 5 минувших лет стал главенствующим для Большого театра. В «Кандит» опять вбухали кучу денег. Его будут иногда показывать. Сейчас заявлен один спектакль на ноябрь. Как я и говорил, билеты удалось продать из-за того, что они стоят максимум 4 тысячи. И многие пришли посмотреть на люстру и сходить в буфет. Одна дама в антракте громко вещала в лифте. «Вот я понимаю, гала-концерт не трепко. Там музыка, верди, а это что такое?» И я в этот раз соглашусь с этой меломанкой. Бернстайну опять не повезло. Он так мечтал написать что-то выдающееся, но его интерпретаторы делают из него зрелище хуже гала-концерта со шлягерными ариями. Достойный подарок столетию. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Напоминаю, что расшифровки текстов теперь вывешиваются на моей странице в фейсбуке. И до скорых встреч на канале «Сумерки богов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин